Здравствуйте! Меня зовут Садырдинова Ландыш Гаяновна. Я преподаватель Казанского техникума художественных и народных промыслов. Сегодня у нас будет творческая видеолаборатория лепки заморкованных фигур в Древней Булгарии. Это было до принятия ислама в 1922 году. Булгары были язычниками, почитали многочисленных богов, как и другие народы, одухотворяли различные природные явления. Большой интерес среди зооморфных изображений представляют головки уточек, держащих в клюве комочек земли. Это изображение по своему содержанию обнаруживает большую связь с изображением уточек на булгарских золотых кольцах с тремя желудеобразными бусинами. Клюв булгарской уточки полураскрыт, в нем птица держит круглый золотой комочек. По своему содержанию изображение связывается со старинной легендой, распространенной среди казанских татар. По этой легенде мир был создан уткой, которая плавала в необъятном океане, и нырнув, досталась со дна морского комочек земли, из которого и была образована суша. Таким образом, в изображении уточек еще с булгарских времен проявляется космологический миф о создании мира. А сейчас давайте мы начнем лепить нашу булгарскую уточку. Берем, давайте, комочек глины. У вас будет красная глина, у меня будет белая глина. Лепим мы сегодня из куска глины, будет ручная лепка из куска глины. Для того, чтобы слепить из куска глины уточку, нашу свистульку, нам надо сначала сделать шарик, круг, хорошенько его отмять. Отминаем хорошенько, отминаем, делаем круг. Как обычно мы делаем, отминаем, чтобы у нас не остались никакие пузырьки. Чтобы при облине потом эти пузырьки не лопнули, нам надо эту глину сначала хорошенько отмять. Вот сильнее давить. Вот этой частью руки надо сильнее бить и делать вот такой вот кругленький комочек. После того, как мы сделали комочек, можно либо... Мы сейчас его будем растягивать по краям. Ну, можно на пальчике... Я вам предлагаю взять скалочку и растягивать на скалочке. Например, вот мы берем и на скалочке растягиваем. Вот так вот. Вниз-вниз растягиваем. Берем скалочки. Возьмите. Кому надо. Какая толщина должна быть? Ну вот мы растягиваем и где-то толщина где-то, ну, 5-6 миллиметров должна быть. Самое важное и главное, чтобы толщина по всему периметру у нас была ровненькая. Растягиваем. Аккуратненько. Если крескается, то немножко смачивайте пальчиком. Водичкой пальчиком смачиваем и растягиваем. А вообще про эту уточку, как я вот говорила, есть миф, легенда булгарская. Она плавала в водном пространстве, в большом. И нырнула на дно. И оттуда вытащила со дна ил. И так образовалась земля. Это вот такая легенда, миф. Поэтому она такая красивая. И с этим считается утка мифической фигурой. Очень важная, главная, на основании, то, что благодаря ей образовалась земля. Поэтому мы сегодня с вами эту уточку и любим. Так, у тебя толстоватый, еще больше прям спускай лапе вниз. Прям смотри, видишь, я стараюсь больше... Делайте формы больше уточки, хорошо? Ну как, туловище уточки. Вот такой вот, вот этой формы. Вот такую мы будем делать. Поэтому старайтесь делать более... К центру сужать. Так вот, смотри. Пальчиком разглаживаю, разглаживаю, чтобы ровненько было все. Так, дальше мы вот соединяем эту часть. Лишнее убираем, срезаем лишнее. Далее получается. И делаем такую капельку, в форме капельки делаем тулово нашей уточки. Да, очень даже тут хорошо. Получается? Вот у меня получился такой вот ровненький. Чтоб эту дырочку можно было сделать. Здесь вот отверстие будет, и будем сюда дуть. Надо сделать так отверстие, чтобы удобно было губам свистеть потом. В принципе, в таком вот отверстие удобно не свистеть. Получается? Угу. У тебя толщина не толстая? Нет, она была толстая. Не толстая? Все нормально, хорошо. У тебя как? Все, идеально. Угу. Да, да. Чуть-чуть разгладь. Вот у меня получилось вот такого тулового уточки. Примерно такого размера будет идеально. Тоже хорошо. В принципе, можно взять любую лопаточку. И да, и немножко, вот если у вас не ровности, то если стучишь, то выравнивается. Только надо аккуратненько стучать, потому что, чтобы не провалилась она вовнутрь глины. После того, смотрите, после того, как мы уже сделали наше туловое, мы должны сделать отверстие, чтобы оно у нас свистело. И в первую очередь мы где-то вот от самого конца, где-то берем сантиметр и делаем здесь небольшую квадратную дырочку, отверстие. И лишнее глину отсюда убираем аккуратненько, чтобы края были ровненькими. Да, сейчас вот до конца еще проведи. Края должны быть ровными, не должно быть лишнего, не должно быть лишнего глины оставаться, чтобы все было чистенько внутри квадратика нашего. Чтобы у нас проходил потом воздух, чтобы он свистело хорошо, потому что, если лишний глина там останется, то у нас не будет оно звучать. Чтобы звучало, надо, чтобы оно было чисто и ровно. Края должны быть ровными, зачищены лишними. Эта булгарская уточка была в Древней Булгарии подвеской у женщин, она вешалась вот так вот на виски. Но мы так как хотим сохранить наши традиции, мы хотим также сделать данную уточку из глины, чтобы знали, что есть такой миф, такая легенда, такие наши традиции, истории. Поэтому мы решили сделать эту уточку. И вот эта часть, вот эта часть должна быть тонкой и заостренной. Поэтому лишнюю глину сначала просто убираем вот так вот палочкой. Смотрите, вот видите, я вот здесь вот в этой части глину лишнюю брала. Потом смотрите, что делаем. Смотрите внимательно. Сюда ставим пальчик. И палочкой я провожу и делаю ее остренькой и тонкой. С этой стороны тонко. С этой стороны только полный. Здесь у нас уже очень тонко и остренько получилось. Потому что, чтобы воздух проходил. По этой части. Сейчас мы можем уже переходить. Делать дырочку вот здесь. Смотрите. Лучше сначала половинку проходить с этой стороны. Немножко надавили в это отверстие. И проводим вот сюда палочкой. Всем понятно? Вот отсюда мы проводим. И доходит она вот так вот. Если вот образовалась такая вот трещина, то ее надо обязательно загладить. Чтобы трещин потом не было. Вот эту вот лишнюю глину надо обязательно вычистить, чтобы ее не было. Чтобы звук был хороший. Уже какой-то звук выходит. У всех получается. После того, как мы выровняли здесь. Попробуйте, кстати, посвистеть. Свистят у вас. Мы же уже, в принципе, дырочку сделали. Нормально. Звук есть, да? Давайте, чтобы было несколько тональностей, сделаем дырочки. Отверстие. Хотя бы две штуки сделаем. Кто хочет, ну, можете четыре сделать. Но вообще для свистойки двух достаточно. Вот, смотрите, в принципе, вот здесь вот эта трубочка побольше, а эта трубочка поменьше. Здесь даже звуки немножко будут разными. Я вот, наверное, сделаю одинаковыми. Маленькими, маленькие сделали. Отверстие. Два отверстия. Так как у нас уточка, здесь по бокам у нас будут крылышки. В связи с этим давайте сделаем наши дырочки сверху. Хорошо, вот с одной стороны делаем одну дырочку, отверстие. И с другой стороны. И тоже надо, чтобы вот у нас там вот глина не оставалась. У меня, в принципе, в трубочке все осталось, вся глина. Если забилась, то еще раз проведю трубочкой. Она туда упадет, а потом немножко пошевели, и она вот выпадет. У меня вот сюда вот она вышла. Видишь, открыли-ка, что у тебя там. А, ну, смотри, сейчас она отсюда выйдет. Мама, еще раз по помощи. Так, вот две дырочки я уже сделала. Вот три звука получилась у нас. После того, как мы сделали эти отверстия. Случит? Что-то уже есть какой-то звук. Так, я, наверное, даже сделаю четыре дырочки. Ну, вам, наверное, хватит и... Вот. Так. 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 Чем больше дырочек, тем больше тональностей. Посмотрю. Будет чисто. Попробуй, подуй. Если у вас выходят звуки, то можем дальше идти. Уже хорошо играет, все хорошо. Смотрите, после того, как мы с вами сделали уже отверстие, если оно у нас уже играет, давайте немножко сделаем уже фактуру. Так как у нас уточка, видите, булгарская такая, красивенькая у нас, да, то я предлагаю, например, у нас вот есть шила, мы нашили такие вот узоры очень похожие, фактурные, красивые. Я вот предлагаю вам это так вот провести просто. И очень хорошая фактура получается. Узоры. 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 Фактуру Тулова надо сделать нашей уточке еще и красивые крылышки. Смотрите, вот здесь тоже. Вот вам пример. У болгарской уточки, так как она была серебряная, брали проволоки серебряные и их выкручивали. Поэтому, например, я думаю, что лучше будет крылышки сделать, такие колбасочки, их накрутить и очень будет похоже на серебряные жгуты. И посмотрите, вот здесь у нас уточка, как мы уже сказали, уточка нырнула на дно, вынырнув, вытащила кусочек земли, ила. И вот на клюве у него кусочек земли. Вот этот тоже надо будет сделать кусочек земли, глазки, также голову такую и ручку, чтобы она была все-таки похожа на нашу болгарскую уточку. Хорошо? А крылышки не обязательно жгутовые, можете уже сами придумать какие-нибудь красивые орнаменты, как вам более удобно их делать. И как мы обычно режем лапшу, сделаю тонкие-тонкие жгуты. Такие вот уже. Сначала я делаю жгутики. Смотрите, вы, в принципе, можете крылышки не как я, вот колбасиком, жгутами делать, а можете, в принципе, вот наша форма уточки поставить на наш гласт. И примерно сначала, конечно, посмотреть в свою, она подходит или нет. Но, в принципе, для такого размера она будет нормально. Возьми прям вот этот вот, как трафарет, сюда поставить. И по нему лучше, наверное, шивой сократить по контуру. И делаешь крылышки вот такие вот. Вот это убираем и доходим до конца. Потом вот это все выравниваю губочкой. Здесь делаешь узоры. А я уже буду закручивать свои жгуты. Часть я вот убрала сейчас в пакет. Можно прям и на самой утке делать правильно. Как вам удобнее будет. Так. Можешь мне водички? Я беру свой жгутик и аккуратненько закручиваю прям, чтобы у нас были серебряные жгутики. Так вот аккуратно закручиваю. И делаю крылышку. Так. Я вот смотрю примерно, как тут расположить. И начинаю в середине вылепить. Закрепляем мы ее водичкой, да? Можно вот так вот намочить. Взяла жгут. Закручивала. Видите, у меня какие спирали получаются? Прям как на рисунке. Настоящие серебряные жгуты. Получается? Прям как на рисунке. Прям как на рисунке. Здесь вот губочкой. Чукубкой провязь. Чтобы было гладенько, волненько. С двух сторон провязь. И закрепляешь водичкой куточки по бокам. Белышки. Вот как у нас на рисунке. И тут все. Там... Вот, ладно. Ладно, пусть он ломается. Вот у меня получилось, смотрите, похоже же, да, как вам? Вот, смотрите. Я хочу, чтобы она более похожа на нашу булгурскую уточку, поэтому делаю вот шкутовую. Вот эта вот свистулька, в принципе, у нас уже она, как бы, дуля, она уже свистит. В принципе, можно ее уже засунуть в духовку, немножко высушить, и она уже свистит и будет, как бы, свистеть с свистулькой. Но она очень хрупкая, так как она не обожженная, она, если упадет, то, так как это просто высушенная вена, она просто сломается. Очень хрупкая. Для того, чтобы она была твердой, мы ее потом, после сушки, отправим на обжиг на тысячи градусов. Первый обжиг у нас он пройдет тысячи градусов. То есть нужны специальные печки. Но, например, в домашних условиях, чтобы сделать, не обязательно в специальные печи, можно засунуть в духовку. Она также будет свистеть, она будет высушенная, покрасить ее акрилом, и будет у вас свистулька. То есть не обязательно иметь специальные краски, специальные печи, чтобы сделать вот такую нашу свистульку. А вы когда-нибудь лепили, Саня, тоже? Так, вот у меня у уточки есть клювик. Клювики у нас семя, и глазки сделала. Смотрите, похоже на нашу уточку? Мне кажется, очень даже. Можно уже переходить к ручке. Если у кого уже готова голова, готовы глазки, то можно уже переходить к ручке. Мы все-таки нашим техникам, казанским техникам художественных и народных промыслов, мы чтим наши традиции. Поэтому стараемся делать изделия, которые бы передавали наши традиции, узоры. В связи с этим мы с вами делаем именно булгарскую уточку. У нас в нашем техникуме есть серебряная реплика от данной уточки. Можно прийти в музей наш, посмотреть. Там есть реплика очень красивая, серебряная. Получалось все у вас? Голову доделали? Давайте тогда перейдем к нашей уже ручке. К кусочек лины. Так, и сделаем вот так вот здесь вот ручку. Видите, я сделаю колбаску. И просто сейчас беру ее и накручиваю. Смотрите, как вот, чтобы похоже было на нашу цепочку. Так вот аккуратненько. Закручиваем, закручиваем. И вот так вот я ее сейчас закреплю. Такая цепочка получилась. Но он очень похож на цепочку. Делаю насечки. И закрепляю. Лодичкой сначала. И закрепляю. Вот сначала на хвостик. Смотрите, вот хорошенько надо закрепить, чтобы потом не отвалилось. И здесь вот, у меня вот эта часть слишком толстая. Я ее, толстую часть, убираю. Здесь я делаю насечки. Немножко пальчиком водичкой мочу. И закрепляю на голову. Вот, смотрите, получается. Смотрите, как похоже. Вот, смотрите, похоже. Вот, когда делаешь игрушку своими руками, она уже становится не просто игрушкой. А ты в него отдаешь свою душу, так скажем, да? И она оживает. Вообще, Глина любит, когда с ней работают. Вот, любя, так как и сама глина живая, вкладывая душу, тогда у вас получится красивые свистульки, красивые работы. Так, вот моя, в принципе, уже утечка готова. Оставшуюся глину мы убираем в пакет. И можно уже будет проверять, играет она или нет. Мы вот с вами сделали вот такие вот уточки булгарские. Вот такие вот они красивые очень у нас получились. А давайте сейчас мы с вами проверим, как они у нас звучат. Так. А у вас как? У тебя как? Какая была песня? Да, и тугантель, правильно. Вот такие вот наши уточки, которые даже и тугантель поют. Мы сегодня с вами сделали булгарскую уточку. Вам понравилось? Да. Вы еще придете? Да. Я надеюсь, мы еще сейчас с вами покрасим. И потом еще сделаем. Хотите из белой глины тоже сделать? Давайте сделаем еще из белой глины тоже. Все. Спасибо вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.